Приветствую вас мои художественные друзья, сегодня будет обзор масляной пастели московская палитра 50 мелков. Она не очень твердая и не очень мягкая, это значит что ложится она хорошо, но если мы захотим сделать очень жирный мазок, у нас этого не получится. Либо получится, но будет отображаться весьма таком эпизодическом нанесенном кусочке на бумагу, но равномерно жирно нанести не выйдет. Мои ощущения субъективны, но тем не менее если сравнивать с пастелью Ван Гог, то пастель московская палитра менее жирная, если так можно выразиться. Она чуть-чуть суше и это в каком-то смысле слова имеет свои плюсы. Ей очень хорошо организовывать нижние слои, мне это очень понравилось. До этого московская палитра работала эпизодически, но после этого обзора думаю буду обращаться к ней значительно чаще. В этом видео я работаю на черной бумаге и как бы через относительно прозрачный слой масляной пастели черная бумага светится и дает нам определенный темный тон. То есть нам не нужно чернить, добавлять какие-то пигменты утемняющие, а именно используя вот эти свечения, просветы, мы можем организовывать сразу какие-то тени, полутени. И приближаться к зоне светов особо не напрягаясь, именно за счет того, что пастелька светится. Но кое-где ведь нужны плотные цветовые пятна. И вот с этим проблема. Если мы будем работать только этой пастелью и к примеру только на черной бумаге, то сверх яркое изображение, сверх освещенное, скорее всего будет создать сложное. Либо придется закрепить предыдущие слои лаком и пройтись той же самой пастелью сверху. Тогда скорее всего все получится, как и с другими пастелями. Наносится достаточно легко, размазывается тоже достаточно легко. В силу того, что мелочки сами маленькие, работать ими в принципе удобно. Также стоит отметить, что у пастели достаточно быстрый расход. Если каким-то мелком в процессе ведения рисунка работаете активно, то он заметно стирается по отношению к другим. То есть присутствует вроде бы как некая рыхлость. Если сравнить с Ван Гогом, то Ван Гог как будто немножко плотнее. Субтитры подогнал «Симон» Набрав общую массу и немножко разобравшись по цвету, раскинув основные тональные взаимоотношения, я продолжаю рисовать. Использую пастель «Монгио». Почему? Потому что она дает более жирный слой, более плотное цветовое пятно, дает нам мощную светоносность. То есть она более сильно отражает лучи света, соответственно, можно создать какие-то контрасты. И в этом тандеме это очень сильная штука. Московская палитра и «Монгио» у меня задружили очень хорошо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А если работать не на черной бумаге, как будет? То есть в принципе ведь она тогда тоже будет светиться, но уже черная бумага не будет понижать это цветовое пятно в тоне. И в принципе, наверное, будет ничего. Единственное, что в зонах теней, возможно, придется немножко притемнять, используя какие-то темные пигменты. Поэтому, чтобы узнать это, я рисую быстрый скетч, быстрый портретик. И рисую, понимаю, что в целом, да, бледноватенько, но в то же время культурно и гармонично. В целом, хочу сказать, что общее впечатление от работы московской палитры остались весьма положительные. Работать комфортно. Портрет, безусловно, рисовать этот было очень сложно. Все-таки какие-то мелкие не были мелкие, но это мелкие, а не карандаши. Но более-менее портретик нарисовался. Кривенько, но с позиции скетча, этюда, так может быть. То есть, сидите в кафешечке с подругой, пьете кофе, достали блокнотик, нарисовали за минут 20-15 портретик. Московская палитра к вашим услугам. На этом, друзья, все. Спасибо за просмотр. Пишите свои впечатления о московской палитре. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok